Итак, мы продолжаем с вами, и давайте решим еще одну задачу, которую продемонстрируют использованные методы включения и исключения. И те из вас, кто поняли предыдущую задачу о рассеянной секретаже, могут в принципе проигнорировать этот пример. Но если вы первый раз проходите этот курс, стоит с ним ознакомиться, тем не менее. Итак, кидаем задачи. Кидаем симметричный кубик n раз. n, допустим, больше 100. Ну, не принципиально, а много раз. Какова вероятность события ИИ, которая состоит в том, что каждая цифра выпадет по разу. Каждая цифра выпадет по разу. То есть все цифры мы увидим, когда будем кидать кубик очень-очень много раз. Например, n. Итак, опять же, как и в прошлой задаче, A таким образом посчитать сложно. Вот сразу сказать ответ, вот ответ, сложно. Потому что A достаточно сложные события. И наша цель представить A как объединение или пересечение более простых событий и применить известные нам формулы. То, как представить A разложить на более простые события, опять же, может помочь нам опыт решения задач нашей интуиции и знаний теории. И вероятностей, теории множеств и других сопряженных материалов. Итак, давайте посмотрим. Итак, A это событие, которое состоит в том, что каждая цифра выпадет... Извините, есть профит тут не по разу, а хотя бы раз. Минимум один раз. Давайте посмотрим на противоположные события. Событие будет следующее. Равняется один минус вероятность отрицания A. Подумайте, что является, как словами сказать, событие противоположное A. И каждая цифра выпадет хотя бы раз. Предположим, событие это значит, что существует цифра, которая не выпадет ни разу. Существует... То есть хотя бы одна цифра не выпадет ни разу. Хотя бы одна цифра выпадет ноль раз. Разу. Или ни разу. Теперь смотрите. Ну и все, что мы сделали тут, перешли к противоположному событию. Зачем мы это сделали? Опять же. Изначально это может быть неясно. Но потом это будет ясно, почему. Что это противоположное событие нам будет сейчас проще представить, как объединение поля простых событий. И потом воспользоваться формулой включения, исключения. Итак, что здесь написано? Хотя бы одна цифра выпадет ноль раз. Что это значит? Или один выпадет ноль раз, или два, или три, или пять, или шесть. Соответственно, эта вероятность равняется. Это событие можно писать следующим образом. Как вероятность того, что или один не выпадет ни разу. Мы обозначим это A1 с палочкой. Или A2 выпадет ноль раз, или и так далее до A6. Итак, отрицание события A мы расписали следующим образом. Или первая цифра выпала ноль раз, или единичка, или двойка выпала ноль раз, или тройка, или шестерка. И вот теперь мы воспользуемся принципом включения, исключения. Как раз самая сложность таких задач, она и состоит тут. Как то, что у нас спрашивается, представить другим способом. И этот способ уже даст нам, в общем-то, путь, приблизит нас к решению задачи. И вот этот переход, он не всегда тривиальный. Мы с вами на лекции уже идем верным путем. Мы не начинаем пробовать все возможные способы, изменить то, что нам дали, представить это другим образом. У нас нет на это времени. Но когда вы решаете сами задачу, когда вы будете нарабатывать свою вероятность и интуицию, вы с этим столкнетесь. И вы видите, что это не всегда просто. Особенно в начале изучения нашего курса. Курса теории вероятности. Итак, отлично. Согласно формуле включения и исключения, давайте будем работать только с этой вероятностью, а потом не забудем один минус делать. Итак, согласно формуле включения и исключения, это равняется сумма от 1а идет от 1 до 6, вероятность и 1. Плюс сумма по ij от 1 до 6а не равна j, вероятность и 1 пересечения и 2. Минус то же самое для троек, плюс то же самое для четвертых, минус то же самое для пятерок, и плюс то же самое для шестерок. Для шестерок здесь будет 6, и 1, и 2, и 3, и 4, и 5, и 6, каждый из них с отрицанием. И здесь будет идти, что здесь будет написано. Вероятность того, что пятерка, единица выпадет 0 раз, двойка выпадет 0 раз, тройка выпадет 0 раз, четверка выпадет 0 раз, пятерка 0 раз, шестерка раз. То есть вот это шестое слагаемое, оно будет равняться нулю. Не может быть, что каждая цифра выпадет 0 раз, когда мы кидаем кубик, им раз, им больше 100. Здесь у нас будет всего лишь 5 слагаемых. Дальше очень похоже на задачу о рассеянной секретарше. По соображениям симметрии, вероятность того, что 1 выпадет 0 раз, тут черточки поставьте, она такая же, как вероятность, что 2 выпадет 0 раз, такая же, как вероятность, что 6 выпадет 0 раз. Поэтому здесь у нас будет n слагаемых, 1 из n, на вероятность того, что единица выпадет 6 0 раз. Здесь у нас будет минус, тут минус поставьте, тут минус, тут плюс, наоборот. Минус. минус 2 из n, у нас есть 2 из n пар, вероятность того, что допустим 1 и 2 выпадет 0 раз. И так далее, плюс-минус до 5, шестое слагаемо равняется 0. Отлично! Смотрите, что мы с вами получили, давайте запишем, сейчас получится ответ. Исходная вероятность равняется, 1 из n, так и запишем, вероятность того, что 1 выпадет 0 раз. Итак, мы кидаем кубик n раз. Какая вероятность, что 1 ни разу не выпадет? При первом бросании 1 не выпадет 5 шестых, при втором бросании 1 не выпадет 5 шестых вероятность, при третьем 5 шестых, и так n раз. Согласно принципу умножения, события независимые, или принцип умножения, если можно воспользоваться, эта вероятность равняется 5 шестых в степени, минус 2 из n, вероятность того, что 1 и 2 не выпадут n раз. Это будет равняться 4 шестых в степени n, плюс 3 из n, 3 шестых в степени n, минус 4 из n, 2 шестых в степени n, и последнее слагаемое, плюс 5 из n, 1 шестая в степени n, а помните, это выражение надо вычесть из единицы, и это и будет ответом на нашу задачу. Ну, на этом мы пока закончим с формулой включения и исключений, продолжим с вами на следующей коленке.